Какой должен быть грунт для орхидеи фаленопсис? Это один из важнейших вопросов, при пересадке которых необходимо учитывать, чтобы ваша орхидея чувствовала себя превосходно в ближайшие, не то что несколько лет, а в ближайшее десятилетие. Всем привет! И ко мне на днях обратились за помощью с проблемой, что у их орхидеи гниют корни в горшке. И вот когда мы посмотрели, что там происходит, я был в шоке. Я был в шоке от того, что увидел, что находится в этом горшочке. В этом горшочке находилось, я не знаю, что, но я задал вопрос. Я спросил у хозяев этой орхидеи, ребята, вы что, набрали этот грунт, вышли на улицы, накопали земли и засыпали в этот горшок? На что они ответили, нет, мы купили этот грунт в магазине, в обычном большом сетевом магазине таких грунтов было много, специально для орхидеи, где было написано перечень орхидеи и все такое прочее. И вот мы один из пакетиков приобрели и посадили в этот грунт орхидеи. И вы знаете, я не удивлен. Конечно, проще всего не составлять самому грунты, а купить их в магазине. Сегодня в продаже имеется достаточно огромное количество различных вариантов грунтов для фаленопсисов, для других орхидей. Различная кора в магазинах продается, как и хорошая, как и плохая. И мы даже с вами уже делали тест на одну из чересчур разрекламированную кору, которая оказалась совсем неприемлемая для использования в жарком, сухом климате. И требует дополнительного какой-то добавок в состав субстрата с этой корой. Поэтому, да, конечно, легче всего купить ту или иную кору уже в магазине, тот готовый субстрат в магазине. Но в магазинах нас поджидает огромная опасность именно загубить свое растение и купить грунт-убийцу, который убьет ваш фаленопсис, вашу орхидею фаленопсис. Потому что в большинстве своем, в большинстве своем, в сетевых магазинах продаются грунты с добавлением торфа, торфа. Вы представляете, торфа и перегноя с добавлением какой-то там земли. Пышный, со слов производителей этих грунтов. Я специально отправился в магазин показать вам, посмотреть на грунты, какие продаются в магазинах и предостеречь вас от необдуманной покупки того или иного грунта, который может убить вашу орхидею фаленопсис. Конечно, фаленопсис это настолько неубиваемая орхидея, и она какое-то время может жить даже в земле. И вы видели видео в ютубе, где нерадивые владельцы орхидей, не зная, как спасти свою красотку, получив в подарок, наверное, такую орхидею, и просто выносят на улицу и закапывают ее возле своего дома или еще где-то в парке, желая ей сделать добро, закапывают ее в землю в надежде, что она будет развиваться. Вот так, кстати, и люди, которые обратились за помощью с вопросом, почему у них и помочь в вопросе, почему у них гниют корни, у них орхидеи, их грунт был насыщен землей. Он был насыщен торфом, который стал гнить, который перестал пропускать. Естественно, торф он не пропускает в том количестве. Воздух не циркулирует в горшке, и естественно, от ухода у орхидеи начинают корни в горшке просто-напросто гнить. Хотя и освещение есть, и полив вроде есть, и питательными веществами подкармливают растения, но отсутствие циркуляции воздуха в горшке ведет к гниению корней. Да, еще раз продолжаем мысль, что орхидея какое-то время может прожить в таком субстрате, в таком грунте убийцы, может не один месяц, может даже до полутора лет она выживать, выдавать цветоносы и растить деток. Это как способ спасения самой себя деточками, у которых тут же начинают воздушные корни отращиваться. Орхидея себя так спасает. Но, еще раз говорю, это нельзя таким способом, да, получать деток. Такое бывает редко, и это неприятное такое, скажем так, разведение, да. И вот поэтому я на днях отправился в магазин, о чем я вам уже говорил, чтобы немножко рассказать и показать, какие грунты продаются в магазинах, и какие грунты ни в коем случае не подходят для фаленопсисов. Сегодня мы с вами пройдемся по магазинчику Ашану. Вот я вам уже показываю грунт орхидейный. Да, для орхидеи грунт Петер, производитель Петер, Петер, я не знаю, грунт для орхидеи. Вот здесь вот видно его назначение, его состав, его доля питательных веществ, и для каких именно орхидей он предназначен. Но вот здесь они молодцы. Они не написали, что этот грунт подходит для фаленопсиса. И вот тот такой грунт в пакете 2,5 литра я вижу впервые за 68 рублей. Этот пакетик я, наверное, сегодня возьму в магазине, чтобы его уже дома открыть и показать его вам состав, что там внутри находится, насколько он оптимален, насколько он не оптимален. Вот такой вот, видите, грунт питательный. Для фаленопсиса написано котлели, цимбидиум и других видов орхидей. Вот такой вот он за 68 рублей. Вот у меня все, не как я хожу соплями, обливаюсь. Вот серамис, серамис германского производства. Грунт для орхидей. Здесь у него все и карак, и кусочки коры, и угля, и с добавлением кусочков глины, обожженной глины. То есть прям вот супер-супер-супер, скажем так, грунт. Но цена, конечно, у него по сравнению вот с таким вот грунтом, цена у него в разы, просто в разы выше. Посмотрите, 60, 68 и 492 рубля. Есть вот такие вот грунты для орхидеи, вы видите, производство флас, фаску. Ну, здесь прям откровенно видно добавление торфа. Хоть его и немного, но землеподобный грунт. Этот грунт явно будет не очень хорошим грунтом для фаленопсиса. Ну, а это вот как раз щедрая земля, друзья. Грунт убийцов и линопсисов. За 27 рублей вы получите грунт, который в течение года, полутора, наверняка убьет вашу орхидею. Почему? Потому что здесь огромное количество просто торфа. Просто взяли, один торф собрали, закинули туда щепоть коры, написали вот эту вот бирочку и все. Вот даже на ощупь видно, что это просто пушистая земля, сквозь которой, конечно, не будет проходить воздух. Этот грунт ни в коем случае не годится. Есть вот такая вот огромными кусками кора 2 литра, с мой кулак куски здесь коры. Ну, это, наверное, все-таки для орхидей, которые сажать открыто, привязывать вот к этим кускам коры и в открытую, во влажных помещениях растить орхидеи, которые, например, в ванды хорошо подойдут. Можно вот эту кору еще дробить. Ну, цена, конечно, прям большая, 68 рублей. И вот, огромный пакет, 6,5 литров, грунт для орхидеи. Вот морис грин. Ни в коем случае такой грунт нельзя использовать для фаленопсисов, потому что здесь одна пушистая, пушистый торф, пушистая земля. Я бы этот грунт для растений, цветочных, горшковых растений использовал, но ни в коем случае не для фаленопсисов. Здесь даже от ванды они предлагают сажать в этот грунт. Какой ужас, какой ужас. Хоть и фаленопсисы не написаны, но, друзья, друзья, ни в коем случае вот эта вот манящая надпись «Грунт для орхидеи» ни в коем случае не покупать вот такой грунт для фаленопсисов. Этот грунт – убийца. В нем корни загниют. Не сегодня, так через месяц, не через месяц, так через полгода в зимний период обязательно. Несмотря на то, что в магазинах, вот посмотрите, полки щемятся всевозможными грунтами, выборами грунтов, так или иначе особого выбора для орхидеев и фаленопсисов нет. И вот сегодня я хочу открыть на ваши глаза, заглянуть вот в такой вот пакетик, в этот пакетик, посмотреть, какой грунт, из чего он состоит. Мы с вами посмотрим, что вот в этом вот пакете, вот в этом пакете. Что у нас здесь в этом пакетике. Ну, состав видно. Состав видно. Вот, даже написано. Можно прочитать. Кара сосновая, торф верховой, дренаж керамзитовый. То есть, вот посмотрим, что сейчас в нем. Мне вот самому интересно, насколько такой пакет применим для фаленопсисов. Вот с вами открываю я его. И заглядываем внутрь. Я не знаю, я не могу посмотреть, насколько он оптимален. Для этого я сейчас возьму наверное, все-таки будет лучше непрозрачную белую взять емкость. А вот такую сейчас мы возьмем емкость. И посмотрим, что это за грунт такой у нас. Ну что, друзья, еще раз я хочу сказать вам, что вот здесь вот на бирке написано, что полностью готовый к применению специализированный питательный грунт для выращивания всех видов орхидей. И в первом стоит фаленопсиса. Друзья, я вам вот прям вот честно откровенно говорю, что вот такой вот грунт, вот такой вот грунт, посмотрите, ни в коем случае, ни в коем случае использовать для фаленопсисов, для посадки фаленопсисов нельзя. Потому что этот грунт, он не дышит. В этом грунте вы видите земля, пыль. Это просто вообще никуда не годится. Вот такой грунт ни в коем случае нельзя для фаленопсисов. Я вот просто вот, ну у меня сердце крови обливается, когда архаманы-любители покупают или им достаются фаленопсисы, покупают вот такой вот в магазине грунт и сажают своих красоток. Я вот прямо вот и говорю, что это одна из главных причин, от которой начинают гнить корни. Не через месяц, так через 2-3 месяца. Но они обязательно сгниют. Орхидея не должна жить 2-3 года у вас дома. Орхидеи живут десятилетия. Но фаленопсис, и производитель это знает, что фаленопсис выносливое растение. И он умирает очень долго. И ему как бы невыгодно, чтобы ваши фаленопсисы у вас жили десятилетиями дома. Ну, максимум 2-3, 4 года. И вы вновь пошли за новым растением. Поэтому я не верю, конечно, в заговоры, в различные заговоры. Но вот этот грунт, это грунт-убийца орхидеи. еще раз посмотрите на этикетку, на упаковку. И ни в коем случае вот этот грунт для фаленопсисов не покупайте. Я сейчас не говорю про другие орхидеи, а вот именно для фаленопсисов вот такой грунт я прям вот настаиваю категорически, что нельзя сажать вот в такую вот. Смотрите, ну, что это такое? Это просто никуда не годится. Это вот просто земля перемешанная с кусочками керамзита, с щепкой, с мусором различным. Это ну, ну, я не знаю. Вот так, друзья. Еще раз хочу вам сказать, что будучи в магазинах, смотрите на состав того или иного грунта, который вы хотите взять для фаленопсиса. Там не должно быть ничего, кроме сосновой или дубовой коры, древесного угля и мха сфагнума. Все. Никаких компонентов, никаких других добавок там не должно. Все остальное вы можете самостоятельно добавить по необходимости. Лучше всего, когда грунт покупной будет состоять исключительно из одной сосновой коры. Вы сможете сами по надобности, по объему, по различным условиям добавить древесный уголь или мх сфагнум. Но вот самым оптимальным я еще раз говорю, я пользуюсь, я показывал либо самостоятельно готовлю грунт, но если вдруг у меня нету возможности приобрести, точнее использовать свой собственный грунт, он кончился, кончилась кора, то я покупаю вот уже готовый к применению грунт, я вам показал, и другой грунт, другую кору, это самую дешевую, по 40 рублей, в Леруа Мерлене, вы тоже видели, ссылку я оставлю под видео в описании, какими грунтами я пользуюсь покупными, именно какими покупными для фаленопсиса, подчеркиваю, друзья, для фаленопсиса, на этом я буду заканчивать видео, кто впервые на моем канале, оставайтесь, подписывайтесь на мой канал, и вы будете узнавать все тонкости и нюансы разведения, выращивания своих орхидеек, своих красавиц, домашних условиях, это очень легко и просто, а все друзья, кто меня смотрит постоянно, ставьте лайк этому видео, пишите комментарий под этим видео, соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но, друзья, всем пока-пока, до встречи в следующих видео, в которых мы начинаем сезон пересадок, пока у нас растущая луна, и у нас впереди очень много пересадок, много нюансов, удаления торфяных горшочков, пересадков более крупные, как раз с использованием тех грунтов, о которых я только что рассказал, какими я пользуюсь, я покажу, как это все я делаю легко и просто, ну, всем пока-пока, до встречи в следующем видео.